Привет всем! С вами, как всегда, Лия. И сегодня я расскажу очень интересную, местами даже жуткую историю, как не так давно я попала в астрал. Но перед тем, хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Если вы еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, конечно же, поставьте лайк этому видео. Также обязательно пишите в комментариях, хотели бы вы попасть в астрал или нет. А если вы уже попадали, обязательно пишите свою историю. Так что такое астрал? Это очень похоже на осознанные сновидения, но при этом вы можете выходить из тела, общаться с умершими, появляться в любом месте, то есть ваша душа путешествует в любом измерении, в любом пространстве. Это такой тонкий мир. Не каждому это дано, но я думаю, что если вы попробуете, может быть у вас что-то и получится. Обязательно читайте это в интернете. Если вы захотите, я могу тоже снять видео на эту тему. Как же попасть в астрал? Конечно, я буду рассказывать вам именно с собственного опыта, потому что, в принципе, я этому не училась. Это мне просто дано. Так еще чем отличается астрал от осознанного сновидения? Тем, что вы можете разглядеть каждую мелочь. То есть вы можете обратить внимание, какой пол. Вы можете почитать то, что находится в шкафах. И если сравнить это с осознанным сновидением, там такого не будет. Там все будет размыто, все будет нечетко, и вы не будете чувствовать себя как в реальности. Как вы знаете, в одном из видео я пыталась вас провести в прошлой жизни. И эту медитацию я решила тоже провести над собой, со своим же голосом. И, видимо, это мне пошло как-то не так. То есть, видимо, сама на себя я не могу воздействовать. И вместо того, чтобы попасть в какую-то прошлую жизнь, я попала в астрал. Я нахожусь в какой-то большой комнате, в каком-то огромном зале. Стены там не квадратные, и потолок там не квадратный. Там, как под куполом, все круглое. Вместо стен там полки, практически. И эти полки полностью заполнены какими-то книгами, какими-то данными. Справа от меня была небольшая сцена, на ней стояли столы и стулья, и за ними сидели какие-то люди. Их было много. Я, к сожалению, не помню, была там музыка, не была. Потому что, в принципе, запоминается все тогда, когда ты только просыпаешься. Поэтому я не запомнила что-то в очень мельчайших деталях. Но самое основное я запомнила, и, конечно же, вам сейчас расскажу. И все время рядом со мной появляется какой-то парень. Он мне говорит какие-то неприятные вещи, меняет все вокруг меня. То есть, я не скажу, что полностью, но он нагнетает обстановку. Он делает так, чтобы мне было в этом месте находиться неприятно. И я усилия мысли пытаюсь все как бы изменить, и он опять появляется, и опять все меняет, чтобы мне там было находиться невозможно. И я решила этого человека отвлечь, и задала ему вопрос, как ко мне относится кое-какой человек. И он мне начинает говорить, а ты знаешь, что он просто тебя использует, ты же это знаешь, и ведешься. Что-то вот такое. Потом я решила зайти в маленькую комнатку, и как только я там появилась, мне он выключил свет. Я сразу уже бегом подбегаю, включаю этот свет, и начинаю усилия мысли делать так, чтобы мне там было комфортно. Я сразу представляю звезды, звезды появляются, меняются там местами, появляются какие-то новые красивые яркие огни. После этого я представляю, что сейчас банкноты посыпятся, банкноты начинают валиться из пола. Это было классно. Я решила посмотреть на себя в зеркало, как я вообще выгляжу. Я подхожу к зеркалу. Дело в том, что да, действительно все, это была я, как я и есть, но я была очень-очень худая и вся в черном. Это было тоже очень жутко, знаете ли. И в общем, этот парень меня доставал, 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 и я встаю в середину этого зала и ору. Вали из моего сна! Вали из моего сна! Вот что есть мочи! И он пропадает, и больше он не появлялся. Я сразу такая подумала, блин, надеюсь, я в жизни не кричала. Почему появляется лунатизм? Потому что мы очень эмоциональны во сне, но, к счастью, этого не произошло. Я решила подойти в другую часть зала. Там были такие мутные окна, то есть запотевшие, либо просто они были из такого стекла. Там не было света, потому что свет именно шел из этих окон. И вижу боковым зрением, как ко мне подходит мой погибший кот. Дело в том, что пару месяцев назад у меня сгорел кот. Был пожар, и его не стало. Я поворачиваюсь на него. Он увидел, что я его увидела, и сразу же резко побежал. Я его схватила, за что смогла, за заднюю лапу, тащу его к себе, хватаю, смотрю на него, и мы как-то мысленно начинаем общаться. И спрашиваю, ты на меня в обиде? Он говорит, нет, я на тебя не в обиде. Я живу здесь. А знаете, бывают такие домики для кошек, только там был красный вязанный такой домик. Рядом с этим домиком стоял еще один, и в нем жила моя кошка, которая тоже погибла в пожаре только пару лет назад. Да, это действительно вот самый такой удивительный момент. Прям очень-очень. Он был классным котом, потому что он вставал на задние лапы, меня обнимал. Он спал вот так, либо вот так. Приходил ко мне ночью, он обнимал меня за шею. Вот, в общем, он очень был классный. И он никого к себе не подпускал, только меня. И говорят, что коты забывают своих хозяев, но это не так, потому что мы виделись с ним крайне редко, и он никому не выбегал, но ко мне он подходил. И мне пришла такая мысль, а вдруг я здесь очень долго, и там в жизни меня уже пытаются разбудить и не могут. Не знаю, почему-то у меня возникла такая мысль, потому что в этих состояниях время идет очень медленно. Например, в жизни вы поспали всего 10 минут, а там прошло уже, например, не знаю, часа три. Я выхожу из тела, смотрю на время, смотрю, что все спят, возвращаюсь обратно и начинаю петь свою песню, которую недавно я учила. Я, значит, кружусь, пою эту песню, и потом я все-таки решила, что как-то я слишком долго, и вдруг я действительно здесь как-то потеряюсь, я не смогу выйти, и поэтому я решила просто проснуться. Я проснулась без проблем, просто захотела этого и проснулась. Так что кто спрашивал, как же выйти из астрала, то это все очень легко. Ты просто хочешь этого, и ты возвращаешься. Не знаю, конечно, как у вас, но у меня, в принципе, всегда так было. Не помню, когда бы я там хотела прям дико вернуться и не могла. И было легкое окружение, и я три дня где-то отходила от этого всего, потому что действительно мне это удалось крайне тяжело. Было как-то все мрачно и неприятно. Я не говорю вам, что эти состояния бывают неприятные всегда, но бывают исключения. Действительно, они наносят такой небольшой урон по вашему состоянию и готовности к дальнейшему путешествиям. Вот так скажу. Поэтому, если вы готовы к такому, то, пожалуйста, милости просим, учитесь этому. Но если же вы не готовы, то лучше бросайте эту затею, потому что действительно после этого я даже задумывалась, надо мне это или нет. Оказалось бы, я человек, у которого огромный опыт за плечами, и я знаю, что такое осознанное сновидение, астрал, сонный паралич. Не знаю, что я не знаю в этом плане. Наверное, знаю практически все. Так что, да, это нужно быть смелым человеком, это нужно быть готовым человеком. И те, кто не верят в это, пожалуйста, я вас не призываю к этому. Но перед вами сидит человек, который на 100% может вам сказать, что это действительно существует. Но для меня это просто нормально. А для некоторых людей это ненормально. И когда я понимаю это, то я понимаю это. А когда я не понимаю это, то я не понимаю это. Великие цитаты умных людей. Конечно, человеку, которому не нужно это, он будет всячески отрицать существование таких вещей. Но, пожалуйста, интернет вам в помощь. Почитайте, посмотрите, попробуйте, если на то пошло. И вы поймете, что это действительно реально, это действительно по-настоящему. Спасибо вам огромное за просмотры. Спасибо за то, что подписываетесь на канал, за то, что поддерживаете меня во всем. Ну и, конечно же, ждите новые видео. Пока-пока.